Когда весь мир бросает все силы, чтобы противостоять второй волне коронавируса, когда каждый врач на счету. Жаль, что медикам, да и всей нашей системе здравоохранения приходится отвлекать внимание, тратить силы и нервы, чтобы противостоять вещам, которые просто не укладываются в голове здорового человека, психически здорового человека. Явно стоит дополнить тему. После того, как в протестный водоворот попытались вовлечь, кажется, уже все социальные группы детей, стариков, людей с инвалидностью, кому-то захотелось запятнать еще и тех, кому и так в эти ковидные дни особенно тяжело – врачей. В экстремистских телеграм-каналах появились призывы и обращения вот такого характера. Странно, на что рассчитывают те, кто пытается эти сообщения массово тиражировать. А еще поражает цинизм авторов. Медиков призывают увольняться во благо народа Беларуси. Это, простите, как? В самый разгар пандемии, когда врачи и медсестры на передовой. Оставлять больных? Отключать аппараты ИВЛ? Читая подобное, становится страшно. Как далеко готовы зайти те, кто стоит за этими призывами? Где граница дозволенного у тех, кто прикрывается врачами, которые далеки от политики и которые особенно в эти сложные дни сутками на работе самоотверженно сражаются за каждого пациента? Или у тех, кто прикрывается здоровьем детей, которые находятся в состоянии, о котором принято говорить между жизнью и смертью? Чем вы манипулируете? Сегодня некоторые телеграм-каналы растиражировали очередную страшную новость. Операционный блок РНПЦ детской онкологии, гематологии, иммунологии, остановлен. Все заболели коронавирусом. Операции нет и не будет. Развитие мессенджеров и социальных сетей погрузило нас в эпоху фейков. Приходится это осознавать. Но вот мириться с этим сложно. Мы обратились в РНПЦ детской онкологии за комментарием. Насчет той ситуации, которая произошла сегодня утром, мы сами с удивлением узнали, что наш оперблок закрыт. Хотя уже собирались идти в операционную. Поэтому на самом деле это, конечно же, не соответствует никакой действительности. Оперблок работает в обычном режиме. Сегодня проводились операции. Вот они небольшие. Сегодня не было больших операций. Поэтому с этим никаких проблем нет. Определенно у нас очень жесткий есть план мероприятий противоэпидемических. Мы его придерживаемся. Мы отменили плановые операции, потому что это риск, в первую очередь, для пациентов и для их родителей, если они вдруг будут поступать в нашу клинику. Вот остальные операции у нас, к сожалению, все практически экстренные, потому что хирургический этап лечения детей происходит по протоколу. Поэтому все операции не могут переноситься. Поэтому мы их проводим. И вот это правда. А вообще, когда читаешь сообщения в ангажированных телеграм-каналах, прослеживается стойкая закономерность. Призывы уволиться входят в протестные топ-3. Это традиционный протестный лозунг. Вот только не работает он. Мы не сторонники конспирологических теорий. Но сложно представить, что люди, живущие в этой стране, и как все мы, подверженные риску заболеть коронавирусом или какой-то другой болезнью, будут призывать врачей уволиться. Ведь очень высока вероятность, что могут уйти как раз те врачи, которые в случае чего могли бы их, тех, кто призывает, лечить. И тут сам собой напрашивается вывод. Возможно, эти люди медицинскую помощь получают в другой стране? И благо народа Беларуси последнее, что волнует телеграммных провокаторов, которые прячутся за черными масками и вымышленными никами. И мне почему-то кажется, что эта тема еще не раз будет дополнена. Все мы ждем помощи от врачей. Мы все понимаем, в каком сложнейшем ритме им приходится работать. И хочется каждому сказать спасибо. И врачам, и медсестрам, и фельдшерам, и санитарам. И тысячам будущих врачей, которые пришли им на помощь в больнице и поликлинике. Спасибо, низкий вам поклон и будьте здоровы.